Разрешите вам передать поздравления от главы города Елены Владимировны Лавушкиной с наступающим Новым годом. 17-летним юношей Александр Любимов ушел на войну. Тогда страна задыхалась в тисках немецких оккупантов и времени на обучение военным премудростям не было. Он практически сразу попал на Карельский фронт, а затем на Третий и Второй Украинский. Александр Владимирович награжден медалью за боевые заслуги, орденом, красной звезды и другими наградами. Он участвовал в строительстве БАМа и Саяно-Шушинской ГЭС. В канун юбилейного Нового года, 75-летия Победы, вспомнил, какая предновогодняя радость была в годы Великой Отечественной. В декабре 1941 года отогнали фашистов от Москвы на расстоянии от 250 до 40. Это было новогодний подарок, новогоднее восприятие духа. То же самое получилось под Новый год 1943, когда окружили в Сталинграде фашистскую армию Паулинса. Это тоже был подарок. То же самое было под Новый год 1944, а под 1945, когда закончили освобождение всей территории, это был праздник. Мы все в Новый год превращаемся в детей. И, конечно, глава города приняла решение обязательно каждого участника Великой Отечественной войны, которые проживают на территории города Самара, поздравить. Поздравления от главы города и подарки получили более 500 ветеранов города. Елена Малетина, Василий Кадлашов. События.